Буквально недавно ко мне врывается Димон и такой со словами Лёгко! Там Titan Quest 2 скоро выйдет! И я такой, ну и собственно чё? Ну ты же у нас фанат всех игр Diablo и так далее Ну, понимаем то, что если я играл в Diablo 2, играл в Diablo 4, играл в тот же самый Nox Обзор, который у нас есть на канале, правда хреновый, мне надо будет его переснимать И в том числе я играл в Sacred, играл в Power of Exile, поэтому вдруг внезапно меня записали в фанаты вот таких вот RPG И вот я решил посмотреть, что же это за сие творение от компании TechQ И конечно же это игра 2006 года А пожалел ли я об этом или нет, в этом обзоре вы узнаете Поехали! Мы играем за некого персонажа Кто это такой, так никто и не знает И этот самый персонаж по классике жанра, как всегда попадает в Грецию Ну, я имею ввиду, по классике жанра куда-то вообще попадает И тут ему говорят о том, что ты избранный Именно ты должен нам всем помочь Ладно, шучу, на самом деле в этой игре начинается всё с того, что вам говорят, что на тебя никто не надеется И вообще кто-то такой, иди отсюда, вон иди, коня моего спаси А там дальше ты можешь как бы ещё дальше вот как бы вот пойти И вот там может быть кому-то там нужна твоя помощь И потом уже по мере развития сюжета все такие О, блин, слушай, а классный парень-то, он-то нам помогает И по итогу нам нужно идти по пути тылхинов, которые сеют всяческую лубуду по миру И это всё мне очень сильно напоминает историю Диабло 2, в котором мы идём по пути Диабло И зачищаем за ним всё то, что там происходило Теперь мы, конечно же, создаём персонажа Вся кастомизация персонажа состоит из двух вещей Первая, выбор пола, мужской и женский Ну, как нормальные люди выбирают И есть ещё вторая вещь Это то, что вы можете покрасить вашу тунику В какой-то определённый цвет, который вам понравится Я выбрал красный и, в принципе, с этим цветом я и пробегал всю игру Также вы можете, в принципе, в магазине купить другой цвет Если вдруг, внезапно, по какой-то причине, вам именно цвет вашей туники не понравится Скажу сразу После того, как я посмотрел довольно большое количество видео по Titan Quest Я понял, что, в принципе, в 90% случаев все бегают по одним и тем же гайдам По одним и тем же лекалам И все, в основном, берут себе просто тупо ближний бой И к этому ближнему бою они добавляют ещё какой-то бонус И на этом, в принципе, всё После того, как я нашёл всё-таки единственного человека Который поиграл в эту игру на магии Я чё-то посмотрел на это и такой думаю Блин, ну чё-то как-то вроде прикольно А вроде как-то не прикольно И вот сегодня я, наконец-таки, увидел человека 85-го ранга Который бегает в школе молнии И там вот это вот всё вот так вот раскидывает магии Это реально круто, но с другой стороны мы должны понимать, что здесь этих школ целых 10 штук И тут огромный плюс этой игры в том, что вы по факту не привязаны к тому, что вы прокачиваете только одну школу Допустим, там я хочу идти в древесную магию Или призыв каких-то питомцев Или школу воздуха Вы здесь комбинируете две школы Сначала вы выбираете первую школу И на восьмом уровне вам говорят о том, что молодца, ты поднял себе восьмой уровень Это вы сделаете примерно через несколько часов игры И вам говорят уже, молодца, вот тебе, короче, на выбор ещё дополнительная школа И тут вы понимаете, что выбрав первую школу А я выбрал школу охоты Потому что, я же говорю, я в эту игру никогда не играл Я сначала побегал что-то в ближнем бою Мне что-то не особо сильно понравилось И тут мне выпадает великолепнейший белый лук И я такой думаю, господи, я нашёл самую имбищу этой игры Это лук, с помощью которого я буду убивать всё и вся И при этом ещё и противники ко мне подходить не будут Но это было ровно до момента, пока я не получил примерно пятый уровень И мобы-то всё-таки начали ко мне подходить Я играл на обычном уровне сложности И я понял, что ветка охоты это, конечно, классно Но что-то мне, знаете, что-то как-то не особо нравится И я такой подумал, с одной стороны, я, конечно же, не слабак Я должен играть на этой ветке, если я её выбрал Значит, я лоханулся, значит, я должен от этого отыгрывать А как от этого отыграть? Если вы прочитаете, то ветка охоты Она распределяется не только на луки Но, оказывается, она ещё и распределяется на копья Я такой думаю, ну ладно, хорошо, если у меня не получилось в лук Ну, знаете, лучная такая импотенция То пойду-ка я играть всё-таки на копье И, знаете, мне понравилось Мне понравилось А после того, как я узнал, что, оказывается, копью можно ещё и щит взять То мне понравилось Х2 И вот на восьмом уровне я получаю себе вторую ветку И я такой, знаете, вот сижу такой дума С одной стороны, мне, конечно, хочется взять какую-то ветку Типа магии Или вот как раз-таки там есть оборонительная стойка Я такой думаю, блин, может в неё пойти, если я со щитом Ну, такой думаю, ну ладно, хорошо Давай-ка я лучше возьму себе тень Подразумевается, что тень Это у нас типа кровоточки Это у нас яды Это у нас всё такое Яды присутствуют Но, но Здесь также есть ещё проникающий удар И это реально крутая штука С которой я вот как раз-таки пробил до самого конца игры Основная претензия у меня к этой игре Только в том, что по факту вы получаете Очень маленькое количество опыта Я дошёл до финального босса Ну, как бы финального босса Потому что это был финальный босс до обновления игры А теперь это нихрена не финальный босс И я дошёл до него 25 уровнем И после этого я понял, что Когда я начал довольно спидранить Последний, скажем так, акт игры Потому что мне просто уже надоело бить мобов Я понял, что на самом деле я совершил роковую ошибку Потому что меня финальные мобы просто за это наказали Потому что тех же самых мобов Которые уже 33-38 уровни В тот момент, когда я был всего лишь 26 И вот когда я дошёл до финального босса Оооо, тут я за это очень сильно поплатился Потому что мне на самом деле с убийством этого финального босса Просто категорически повезло Если бы не щит, я бы его реально не убил Скорее всего И как я и сказал, получается мне на прохождение вот этой всей части Мне потребовалось 25 часов И в тот самый момент Когда я потратил 25 часов на это прохождение Убил финального босса Ииии после этого Мне говорят то, что Ну, точнее, кто мне говорит Мне Зевс говорит Сам вот свыше То, что молодца Ты прошёл И давай, короче, типа выбирай свой путь Я такой думаю Ну всё, наконец-то концовку Сейчас я посмотрю на титры Все меня опять хвалить будут Тут тоже спасибо за прохождение игры И вся фигня Но вместо этого я попал к какому-то дедку Который говорит мне Ты должен выбрать свой путь И меня выкидывает на какой-то пляж с крабиками Я такой Какие крабики? Так, подожди, подожди И после этого я узнал, что версия Titan Quest Аниверсит Эдишн Которая вот как раз-таки вот продаётся в Стиме Ииии Она у меня уже, кстати, довольно-давно висит Я просто в неё Я её купил Но чё-то как-то вдруг внезапно в неё опять как всегда забыл То есть, ну, это, знаете, стандартная ситуация Какая-то начинается распродажа Ты покупаешь игру Потом ты про неё забываешь И вот здесь вот примерно то же самое было Ииии Аниверситет Эдишн подразумевает под собой одну вещь То есть, ваш геймплей увеличивается ровно в два раза Прямо вот ровно в два раза Прямо вот То есть, вы по факту, проходя игру, вы прошли только её половину И поэтому я буду продолжать играть в эту игру Потому что мне хочется допройти её Но я буду играть уже по другому билду Не по тому, которому я играл То есть, вот этого через копейщика Он прикольный, но в лейте, скажем так, не тащит Надо чё-то подбирать другое Играя в Titan Quest Я нашёл несколько вещей, которые мне очень сильно понравились Первое Это то, что в этой игре бесконечные телепорты То есть, по факту, вы просто нажимаете на кнопочку Встаёте в телепорт И вас телепортируют в любой город, в любом акте И вы просто вставая обратно в телепорт Вы оказываетесь на том самом месте Но, правда, мобы никуда не деваются Во всяком случае, вы прекрасно понимаете То, что вы не зависите от кнопки Того, что вдруг внезапно у вас по какой-то причине Закончили свитки телепортации Второе То, что в этой игре мне понравилось Здесь нету свитков идентификации Вам не нужно ничего идентифицировать Вот вам выпала шмотка Вы посмотрели на неё Вот моя прекрасная шмотка Я хочу её одеть Всё Выбили Забыли Третье Это у нас то, что Все эти бутылки с плотами На ману На хп Все они выпадают Что с мобов Что с ящиков Они продаются И самое, что главное Так это то Что именно в Titan Quest Решили всё-таки над этим вопросом заморочиться И они просто сделали Что в один слот у вас вмещается 100 бутылок И вам не нужно сразу заходить как в Diablo Затаривать весь инвентарь этими бутылками Чтобы хаотично и быстренько переключать Нет, ты прям спокойно бегаешь по миру Нажимаешь на бутылочку Отпиваешься Бегаешь дальше Бутылочка уходит в кулдаун И пьёшь её заново Всё, тебе не надо не геморройиться по этому поводу В конце игры я просто купил 400 больших бутылок И просто вот хожу И как этот Энерджайзер Вот этот Адреналин Раш Фигарю Не пейте Энергетики Это вредно Следующее, что я хотел бы сказать Это то, что Здесь по факту Ну, конечно С талантами Вы будете проходить игру быстрее Но на обычном уровне Сложном Котором я играл По факту Вы можете мобов Просто тупо затыкивать Любой палкой Не знаю Может быть это, конечно Опять же Моё личное предположение Во всяком случае Вы должны понимать Что если вы выбираете Какой-то билд Допустим Как у меня Дуболомный Где один моб Одна цель И никаких ауешек Никаких круговых ударов Ничего То есть По факту Я вижу цель Иду к цели То играть Вы будете очень долго Поэтому Здесь надо выбирать Всё-таки Какие-то дополнительные ауешки Но это уже другие Как бы школы Надо это тоже понимать Дальше Это то, что Самый главный плюс Наверное Тайтан квеста Ну, не знаю Ну, конечно Не самый большой плюс Но всё-таки Огромный плюс Это то, что Если вы Приходите на босса Вы с ним Дерётесь И если он Вам даёт Люлей А некоторые боссы Вам дадут Люлей То В тот самый момент Когда вы прибегаете Повторно к боссу Босс не будет Полностью на фулы Отхиленный А вы начнёте Его бить Ровно с того момента С которого Вы закончили С одной стороны Можно, конечно Сказать, что Это немного Кузуальная вещь Но с другой стороны Она довольно сильно Упрощает геймплей Также Нужно понимать Что здесь Некоторые боссы На самом деле По факту Не сильнее Обычных мобов Поэтому Если вы встречаете Какого-то Мега-огромного босса Который Мне кажется Прямо сейчас Он должен Прямо с одного Пчиха Вас снести Вы просто Будете его Долго Колупать И в конце Концов Он умрёт Также Хотел бы Отметить Тот факт Что Первый Мужик Который Будет сбрасывать Вам талант А здесь Можно сбросить Таланты Только Таланты Не вот эту Боковую Полосочку Её сбросить К сожалению Нельзя И Он за денежки Будет вам Сбрасывать Таланты Это мужик У него Такая синенькая Сферка Сверху И вот у него Вы можете Всё это сделать К сожалению Если вы играете И вдруг Вам не понравилось То что вы Допустим Взяли Как я Охоту И вы хотите Взять Какую-то Другую Ветку К сожалению У вас Этого Не получится Пересоздавайте Персонажа Заново Ещё один Небольшой Совет Для людей Которые Хотят Поиграть В Titan Quest Я надеюсь Что всё-таки Кто-то В неё Поиграет Это То Что Не Солите Динги Я серьёзно Вам говорю Не солите Динги Потому что В тот Самый Момент Когда я Уже Дошёл Примерно До Конца Игры У меня Уже Было Примерно Полтора Миллиона Золота И что С этими Деньгами Делать Я Если Честно Не Знал Ну Я Просто Накупил Хилок По поводу Квестов Я могу Сказать Так Ребята Подошли Скажем Так С небольшим Креативом К созданию Миссий Я Понимаю Что Большинство Случаев Эти Все Миссии Из Разряда Иди Помоги Иди Спаси Иди Что-то Там Принеси Но Но Тут Есть Как Плюс Есть Так И Минус Давайте Начнём С Минуса По поводу Минуса Здесь Миссии Сделаны Так же Как В Diablo 2 То есть Где-то Там В песках Вам Нужно Найти Око Гадюки И Где-то Там Находится Какая-то Статуя Внутри Которые Там Находится Какой-то Камень Где Эта Статуя Где Этот Камень Никто Не Знает Вот В общем Короче Там Где-то На берегу Нила Находятся Какие-то Крокодилы Где Этот Берег Где Крокодил Где Чего Короче Никто Вот Пропустить То есть Я Некоторые Квесты Пропустил Потому Что Я Тупо Даже Не Понимал Че От Меня Хотят То Есть Иди Там Помоги Какому Солдату Где Этот Солдат Где Ему Помочь Я Вроде Бо Все Обегал А Все Рано Я Никого Не Случаев Это Конечно Же Опыт Конечно Же То Что Нам Говорят Вот Молодец Молодца Там Бьют Тебе По Хребту И Самое Основное То Что Если Мы Рассматриваем Диабло 2 То Плюс К ХП Мы Получаем По Мому Только В Третьем Акте Плюс Один К Таланту Мы Получаем По Мому В Первом Акте И Что То Вроде Еще Чуть Там По Бонусам Каким Получаем По Белочам Здесь Получается Вы Выполняете Квесты Получаете Опыт Получаете Похвалу Получаете Какие-то Возможно Магические Руны И Здесь Вы Можете Получить Еще В том Числе И Статы И Можете Получить Очки Таланта И Если Вы Будете Пропускать Какие-то Квесты Возможно Вы Просто Не Получите Какие-то Нужные Вам Очки И По Итогу Вы Будете Слабее Потому Что Вы Тупо Эти Очки Не Вкачали Ну Понятное Дело А Здесь Очень Много Зависит Как раз Так От Этих Самых Очков По Оружию И Броне Тут Все Делится В принципе Опять же На Стандартной Категории Тут У нас Идут Белые Шмотки Зеленые Шмотки Это Уже Крутые Золотые Это Ну Скажем Так Чуть Лучше Белых И У нас Идут Синие Синие Сетовые И У нас Идут Фиолетовые По Поводу Фиолетовых Тут К сожалению Вы На Обычном Уровне Сложности Их Вообще Не Встретите На Протяжении Всей Игры Я Нашел Только Один Фиолетовый Свиток Который Упал Мне В самом Самом Конце Игры С Финального Есть Еще Такие Вещи Как Руны Если Мы Вспомним Диабло 2 Там Были Руны И Можно Было Собирать Рунные Слова В данном же Случае Вы Можете Поставить В оружие Опять же По моему Личному Опыту Если Я Не Прав Можете Написать Про Это В Комментариях И Поправьте Меня Если Вы Хотите Улучшить Какое Оружие Вы Можете Улучшить Только Белое И Золотое Оружие И В него Можете Вставить Эту Руну Руны Падают С мобов То есть Если Вы Бьете Допустим Тех Самых Скелетов С них Выпадет Руна Скелета Если Вы Бьете Летучих Мышей С них Выпадает Руна Летучих Мышей Понятное Дело Что Летучие Мыши Что У них Правильно Вампиризм Значит Вы Добавляете Себе На оружие Вампиризм Все Банально Просто Если Вы Хотите Улучшить Зеленую Шмотку Зеленую Шмотку Вы Тоже Можете Улучшить Это Правильно Если Вы Хотите Улучшить Синюю Шмотку То Тут Вы К сожалению Столкнетесь С тем Что Вас Пошлют Нафиг И Эту Руну Применить Синие Вещи Вы Не Можете По Поводу Фиолетовые Вещи К сожалению Ответить Вам Не Могу Но Скорее Сего Тоже Самое Что И Синим Попутно Убивая Самых Архиважных Боссов Вам Будут Выпадать Синие Фиолетовые Свитки И Вот Такие Письмец Опять же Как Я Лично Понимаю Это У нас Типа Рецепта Крафта То Есть Если Вы Хотите Себе Какую Крутую Мега Шмотку То Вам Написано Там Вот Такой Мужик С Молни Стоит Вы В Него Вкладываете Этот Самый Список Он Вам Говорит Что Вам Нужно Принеси Там Допустим Принеси Меф Ловый Знак Когтя Какой То Свиток И Еще Какую Фигню И Мы Тебе Скрафтим Вот Эту Самую Убер Вещь Прикольно Прикольно Заставляет Вас Во-первых Набирать Эти Понимаю И В Зависимости От Того Где Вы Находитесь Будет Выпадать Определенная Броня Определенное Оружие То Есть Если Допустим Вы В Греции То Вам Выпадает Греческое Оружие Если Вы Находите В Египте То Выпадает Именно Египетского Типа Оружия Типа Хапеша Там Вот Эти Все Ножи И Так Далее Все Связано Там С Рунами И Тут Ж Мы Должны Понимать Что Есть Мобы Понятное Дело Мобы И Боссы Все Они Также Подразделяются На Локации То Если Вы Находитесь В Греции То Это У Нас Там Всякие Минотавры Всяческие Какие-то Тигры Какие-то Львы И так Далее Все Что Связано Именно С Грецией Если Вы Идете В Египет То Это Понятно Всякая Мошкара Всяческие Пауки Там Всяческие Грифоны И так Далее Все То Что Связано Скажем Так Именно С Египетской Мифологией И В том Часле И На Других Локаций То же Самое Поэтому Тут За Количество Мобов Я Могу Поставить Плюсик Потому Действительно Довольно Небольшое Количество Мобов Но Тут Небольшая Знаете Капелька Дегтя По Поводу Этих Самых Мобов Их Настолько Много И Тут Получается Вы Бежите Вот Огромный Плюс Тоже Игры В том Что Она Чуть Знаете Я бы Даже Сказал Туннельная То Есть Вы Бежите По Определенной Дороге По Определенной Траектории Шаг Влево Шаг Вправо Мобы Зачищаете Получаете Опыт Попутно Пока Бегаете Выполняете Какие Это Квестики Если Вдруг Внезапно По Какой Причине Вы Найдете Графической Точке Зрения Игра Мне Реально Понравилась Она Не Выглядит Какой То Старой Задрипан И Я Бо Все Таки Ее Поставил Что То Средненькое Между Диабло 2 Диабло 2 Вот Именно Обновленной Версии И С Аккордом Вот Что Такое Средненькое Прикольно Так Вдохновлялись Некоторыми Вещами Из Диабло 2 И Поэтому В Некоторые Моменты Вас Будут Нахлынувать Такие Воспоминания И Такое Чненькое Будет Такой Вот В этой Локации Я Был Я Помню Что Я В Диабло 2 Вот Здесь Друзья Метокрафтил Вот Эти Красные Рубины И Не Хватает Только Молота Наковальни И Души Мефисто И По факту Вам Кажется Как будто Вот Сейчас На меня Диабло Выпрыгнет Очень Похожи Некоторые Локации И На вас Нахлынут Некоторые Скажем Так Воспоминания Ну Лично У меня Было Так Причем Я мог бы Сказать То что Все таки Тайтан Квест Она Не Ушла В ту же Самую Степь В Которая Была Диабло То есть Если Диабло 2 Это у нас Всякие Расчлененные Тела Трупы Везде Боль Крики Страдания То Тайтан Квест Это все таки Где-то Солнышко Все такое Веселое Иногда Там Ну Периодически Какие-то Подземелья Но В основном Все так Солнечно Прикольно Ярко Все так Прям На позитивчике Ты бегаешь Такой Ха Мобик Да Я тебе Пощечину Да Просто Плюс Икспа И Вот именно В Весь Этот Антураж Очень Хорошо Вписывается Музыка Ребята Тоже Молодцы С музыкой Хорошо Постарались Очень Хорошо Ее Вписали Потому Что Здесь Довольно Большое Количество Треков И Они Знаете Такие Тоже Хорошие Забойные Зубодробительные И Просто Под Эту Музыку Приятно Играть Очень Жаль Что Я С Этой Игрой Как И С Гримдаун Не Столкнулся В тот Сам Момент Когда Эта Поиграть Так же Как По Кайфу Я Уже Хренову Тучу Раз На Всех Персонажах Проходил И Перепроходил Диабло Потом Перепроходил Этот Диабло Которая Обновленная Версия И Я Могу Сказать Так Если Вам Нравится Такого Типа Игр Обязательно Поиграйте Тайтан Квест Стоит Того Чтоб Вы Обратили На Нее Внимание Она Не Стоит Каких-то Больших Денег Купить Ее По Распродаже Там На Крайний Случай Там Я Не Знаю Скачайте Поэтому Тут Ребятушки Я Могу От себя Только Поставить 8,5 Баллов Из И До Новых Встреч